Добрый день! Сегодняшний видеообзор посвящен телевизионному ресиверу сигнала DWB-T2 торговой марки BBK. Данный телевизионный ресивер я купил в магазине online.trade.ru с хорошей скидкой. Сейчас хочу рассказать вам о том, об его свойствах и вообще как выбрать телевизионный ресивер. На самом деле не смущайтесь, что может быть эта марка BBK не какая-то там супер-пупер с высоким каким-то имиджем. Дело в том, что они захватили вот эту нишу недорогих устройств. Цена данного ресивера может колебаться от тысячи до полутора тысяч рублей в таких бюджетных магазинах. И различия между различными моделями именно в наличии, например, USB-входа, в наличии кнопок на передней панели дополнительных, например, переключения каналов. И в наличии сзади дополнительных выходов. В частности, если вы хотите параллельно смотреть еще телевизионный сигнал, и допустим у вас у телевизора нет именно цифрового входа, старый аналоговый телевизор, то берите именно ту модель, которая поддерживает функцию параллельного просмотра именно и цифровых аналоговых каналов. То есть, именно цифровой вход вам не пригодится, а дополнительный разъем на задней панели пригодится. На данной модели мы видим USB-вход, есть достаточно яркий светодиод, и кнопки каналов плюс-минус, и кнопка включения. Также в комплекте идет пульт, достаточно маленький, некоторые жалуются, кнопки не очень, может быть, удобные. И вот, питается вот батарейки двух пальчиковых, мизинчиковых, точнее батарейках ААА. Вот, они идут в комплекте, пока еще не сели. Можно с пульта включать, но немножко может съезжать, хотя там есть прорезиренные такие вставочки. То есть, сейчас он загружается, при этом мы можем, в данном случае у меня подключен к цифровому телевидению, и смысл, вот уже загрузилась первая программа, и смысл данного устройства в том, чтобы ловить 20, а где-то и 30 цифровых каналов в HD-качестве. Не Full HD, но HD. Проблема в том, что современные телевизоры, даже при наличии в себе HD-поддержки HD-DVB-T2, они могут не принимать данные сигналы, из-за того, что они подключены к кабельному телевидению в крупных городах, а не к эфирному телевидению. То есть, специально те организации, которые сберутся на сабонентскую плату за телевизионную антенну, они заинтересованы в постоянном источнике дохода, и поэтому они отключают возможность приема таких эфирных каналов. Поэтому, помимо данного приемника, вам еще придется купить в крупных городах, ну и в обязательном порядке, да, в мелких городах, удаленных, где нет у вас кабельного телевидения, в обязательном порядке телевизионную антенну. В зависимости от удаленности от вышки, она может принимать либо в городе, либо в помещении, либо вам придется ее выставить на улицу, закрепить там. И, в принципе, особенность цифровой антенны в том, что она принимает сигнал, либо принимает, либо не принимает. То есть, редко, когда именно с помехами. То есть, практически это исключено, так как это цифровой сигнал. Кроме этого, вам будет в качестве бонуса три радиоканала. Вернемся к нашему приемнику. Итак, давайте посмотрим его с других сторон. Вот здесь у нас есть еще, вот я его так закрепил, специально, чтобы он не падал. Значит, сзади здесь, точнее, снизу прорезиненные ножки, вентиляционное отверстие, шнур стандартной длины, стандартная вилка, даже там смотреть не на что и сзади. Сейчас вот не могу вам быстро, может быть, а вот покажу. Есть подключение к антенне, стандартный разъем. Сейчас я вот ее постараюсь вытащить. Вот такой вот разъем, то есть, возможно, вам потребуется также докупить еще небольшой шнур, там, в рублей за сто, там, может быть, в зависимости от длины удлинителя. Здесь разъем папа, и здесь сзади еще HDMI разъем. Давайте все-таки их отсоединим и посмотрим то, что у нас происходит сзади. Что же у нас на данной приставке есть сзади. Значит, у нас здесь есть HDMI-ход, он практически на всех моделях есть. И есть три таких вот выхода. Это видео, желтый, и стерео-выходы. Белый, левый, и красный, правый. HDMI, опять же, дальше здесь входная. То, что вы от антенны будете подключать, как правило, вашей домашней. И выходная. Вот от этого выхода вы можете подключить непосредственно, например, к телевизору, если он у вас не поддерживает HDMI. Вот. И смотреть, переключаясь между видео, вот этим интерфейсом, на этом интерфейсе вы будете смотреть цифровые каналы на аналоговом телевизоре. А отключив данный ресивер, у вас будут по-прежнему работать обычные аналоговые каналы, которые могут быть в большем ассортименте представлены, чем цифровые, то есть не полностью совпадать. И таким образом он как бы будет, сигнал будет входить сюда и тут же выходить. Не преобразовываясь, и вы будете по-прежнему спокойно смотреть аналоговые каналы, которых у вас нет в цифровом качестве, на аналоговом телевизоре. В данном случае другая схема. Здесь через цифровой вход, и это вот используется только на вход с антенны, а на выход не используется в моем случае. Данное устройство потребляет примерно 5 Вт. Ну, в режиме нагрузки, естественно, в режиме стендбай оно потребляет меньше. Давайте его обратно подключим. Естественно, вам для цифрового канала цифрового телевизора потребуются HDMI кабели. Они сейчас относительно уже стали дешевыми. Не стоит там гнаться за каким-то супер-упер качеством этих кабелей. Берите самые дешевые, самые простые, нужные именно вам длинные. Итак, давайте в заключении данного видео посмотрим, как выглядит интерфейс. Итак, не будем рекламировать данный конкретный телевизор. Вот, сейчас просто посмотрим, сфокусируемся на качестве. Вот примерно видна это качество именно... Сейчас я, может быть, сделаю в более широкоформатном формате. И посмотрим, уже без дополнительного освещения, на качество. Сейчас сфокусируемся. Вот, мы сфокусировались. И теперь мы постараемся переключиться с помощью пульта телевизора на входящий сигнал. То есть, мы его отключили за чем-то случайно. Вот, и пока без звука дополнительного. Смотрим. Хоум. И переключаемся на вход HDMI 1, по-моему, у нас. Вот, и тот же канал, мы видим, он стал в цифровом качестве. Точнее, это канал уже Россия. Но мы видим, что он стал более широкоформатный и более высокого качества. Можно переключить на канал первый. Вот, вот столько секунд длится переключение. Теперь давайте снова переключимся на аналоговый канал. Вот, и мы видим, что качество ухудшилось, более блеклые цвета. Вот, поэтому рекомендую всем использовать данную приставку. И можно купить ее в магазине onlinetrade.ru Всем большое спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok